Уверен, каждый из вас смотрел, ну или по крайней мере точно слышал о таком фильме, как Форест Гамп. Если вдруг вы еще до сих пор его не смотрели, то обязательно посмотрите. Замечательная картина. Так вот, в одном из монологов главный герой произнес весьма занимательную фразу, а именно... Мама всегда говорила, что о человеке можно судить по его обуви. Куда он идет? Где он был? Поначалу я даже как-то особого внимания не обратил на эти слова, но стоило мне только пересмотреть этот момент и немножечко задуматься, я понял, насколько же все-таки это гениальная мысль. А ведь и правда, взглянув всего лишь-то на обувь, в которой ходит тот или иной человек, можно с легкостью предположить, чем он занимается, сколько ему лет, каково его финансовое положение и так далее и тому подобное. То есть по одним кроссовкам, словно по знаку зодиака, можно составить целое досье касательно того или иного человека. Согласитесь, это весьма интересно. Так вот, я загорелся этой теорией и решил, а почему бы мне ее не проверить? И поступлю я следующим образом. Я возьму пять популярных на данный момент в СНГ пар кроссовок и постараюсь дать максимально точную характеристику тем людям, которые носят эти кроссовки. Ну а вы в комментариях будете либо меня поправлять, либо что-то от себя добавлять. В любом случае, я думаю, получится весьма интересный ролик. И если вам он понравится, то обязательно поставьте ему лайк и я как-нибудь сделаю еще что-нибудь наподобие этого. Поехали! И еще, друзья, не забывайте подписываться на мою группу со скидками MP Sale. В этой группе я лично собираю для вас актуальные скидки на одежду и кроссы со всех популярных онлайн-магазинов. Теперь вам не нужно тратить кучу своего времени на поиски скидок. Я сделаю это за вас. Все, что вам нужно сделать, так это перейти по ссылке в описании и подписаться на группу в ВК, либо канал в Телеграме. Взамен вы получите кучу сэкономленного времени, денег и постоянные скидочные предложения. Жду вас в MP Sale. Ну что ж, давайте представим себе следующую ситуацию. Мы приходим в гости к новому другу на день рождения. Заходим в коридор и видим кучу обуви уже пришедших туда людей, которых мы ни разу не видели и не знаем. Допустим, первая пара, на которую мы обращаем внимание, это Adidas Shark. Сразу же в голове мы начинаем представлять, кем бы мог являться этот человек. Ну вот согласитесь сами, глядя на эти кроссовки, представить какого-то стильного, серьезного или состоятельного человека достаточно сложно. Почему? Да все просто. Для того, чтобы купить эти кроссы, нужно пойти либо на рынок, либо в польшоп. Места это не самые приятные и, естественно, люди обеспеченные, разумные и обладающие чувством стиля, такие места всегда будут обходить стороной. Объяснять почему, я думаю, никому не стоит. Из этого вытекает следующее, что нам остается лишь проанализировать ту молодую прослойку людей, которая посещает польшопы и рынки. Почему молодую? Ну потому что старики и взрослые точно не будут носить шарки. То есть уже, зная о человеке лишь то, в каких кроссах он пришел на ДР, а то есть это скорее всего лучшая его пара, и зная то, где они продаются, мы уже приблизительно понимаем, с кем мы будем иметь дело. Это скорее всего молодой человек от 15 до 35 лет, его финансовое положение ниже среднего, внешний вид невзрачный и неактуальный, скорее всего шарки он сочетает с джоггерами и какой-нибудь странной ветровкой. Естественно, вся эта одежда тоже будет куплена либо на рынке, либо в польшопах. Волосы на голове будут либо жирные, либо коротко стрижены. Образование у него скорее всего техническое, а должность на работе подчиненный. Чаще всего это либо приезжий из провинции или деревни студент, либо пацан старше 92 года рождения, который живет по принципу, а зачем мне платить столько денег за оригинал, когда я на рынке могу хоть каждый месяц новые кроссовки покупать? Ну в общем, как-то вот так я бы и представил нашего первого гостя. Если тебе есть что добавить, милости прошу в комментарии. Но лично я людей в шейках представляю именно так. Следующую пару, которую мы замечаем, это первые Джорданы. Хм, сразу же в голову лезут мысли, что это типичный модник 21 года. В широких джинсах, оверсайз футболке и оверсайз худоне. На голове у него будет удлиненная стрижка, скорее всего проколото ухо либо септум, и в кармане у него будет лежать какой-нибудь под. Далее отталкиваясь от стоимости Джорданов, которая составляет не менее 200 баксов, мы понимаем, что его родители, либо он сам, имеют неплохой доход, раз может позволить себе хорошие и недешевые кроссы. Скорее всего он планирует учиться или уже учиться в универе, любит посещать разные техно-вечеринки и имеет чутка завышенное ЧСВ. Окей, дальше мы допустим замечаем классические форсы. С ними уже будет слегка посложнее, ибо это слишком популярная пара, которую носить может практически кто угодно. Но именно этот фактор и поможет нам в установлении предполагаемой личности этого человека. Классические форсы это тот вариант кроссовок, с которым никогда не прогадаешь. Если у тебя допустим ограниченный бюджет, но ты хочешь купить себе универсальные кроссовки, которые будут всегда и везде уместны, то самый идеальный вариант это конечно же форсы. То есть отталкиваясь от этой инфы, мы понимаем, что человек скорее всего не особо любит экспериментировать в образе. Имеет денег достаточно, чтобы купить оригинальные кроссы, но не настолько, чтобы рисковать и купить себе непроверенные педали. Также скорее всего он будет одет в обычные базовые шмотки, по типу черных брюк и белой футболки с цепочкой. Как говорится, самая настоящая база. Не сказать, что супер стильно, но и не сказать, что плохо. Скорее всего этому человеку просто лень следить за всеми этими трендами, и он предпочитает выглядеть просто, но со вкусом. Как-то вот так. Окей. Дальше нашему взору является пара Nike Air Monarch. Тут-то мы сразу и понимаем, что человек будет одет в бежевые шорты карго и черную футболку, а звать его будут Максим. Ох уж это самая ирония. Ну а если серьезно, то человека в монархах я могу описать следующим образом. Это молодой парень в возрасте от 16 до 25 лет, который по тем или иным причинам не может выделить из своего бюджета большую сумму на кроссовки. Но и в паленых педалях он ходить не намерен, поэтому отличным для него вариантом являются монархи за 60 баксов. Да, если бы это дело происходило в Америке, я бы подумал, что это, конечно же, батины кроссовки, ибо не зря же они называются дэдшузы. Но у нас их носят обычные парни-работяги, которые не родились с золотой ложкой во рту. Но тем не менее, они не опускаются до уровня пали, а стараются носить хоть и дешевую, но оригинальную обувь. Да, именно с этим парнем я бы, наверное, и познакомился первым. Ну и напоследок, мы, допустим, замечаем парочку замшевых газелей. Тут-то, пожалуй, и к гадалке не нужно ходить. Сразу понятно, что в комнате будет сидеть кэжуал, в полукоротких носочках, джинсах-бананах, футболочке Weekend Defender и свитшоте Фила. Самое главное, что на нем точно не будет оверсайз шмоток. Скорее всего, из всех присутствующих он будет самым агрессивным, поэтому ему лучше много не наливайте. Такие ребята обычно юзают снюс или шпак, занимаются разными боевыми искусствами, и все конфликты предпочитают решать грубой силой. Блин, я как представлю, что за компания собралась у этого друга, что, наверное, я бы оставил подарок у двери и резко свалил бы оттуда по добру-поздорову, ибо драки на этой днюхе точно не избежать. Да, понятное дело, что те же газели может носить кто угодно, не обязательно это должен быть оффник или кэжуал, но отталкиваясь от своих наблюдений и от того, на ком мы чаще всего видим эти кроссовки, в нашей голове волей-неволей формируется примерный образ и ярлыки, которые мы вешаем на людей до того, как узнаем их поближе. Ведь не зря есть такая поговорка, мол, встречают по одежке, провожают по уму. В любом случае, вы когда видите незнакомого вам человека, первое, что вы делаете, это смотрите, во что он одет, и уже отталкиваясь от этого, рисуете у себя в голове примерный портрет этого человека. Да, по итогу он оказывается не всегда верным, но в большинстве случаев, как показывает лично моя практика, я остаюсь прав, поэтому кто бы что ни говорил, но ваши кроссовки, ваша обувь, это ваша визитная карточка, которая на первых порах может многое о вас рассказать. Что делать со всей этой информацией, решайте сами. Мне лишь было интересно доказать вам эту теорию, а получилось у меня или нет, решайте сами. С вами был Макс Пояснит, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok